За 6 лет господство в Париже холдинг Катар Спортс Инвестментес в Бухлл ФСЖ, миллиард евро, но достучался лишь до четверть финала Лиги Чемпионов. Не помог и беспрецедентный летний взрыв трансферного рынка Неймара МСМБА ППЕ, который в случае побега бразильцев Реал грозит репутационными потерями. Миллиардеры перепробовали все варианты, но уперлись в стену и близки, паники, все идет к тому, что дорогостоящая игрушка надоест катарцам и тогда ПСЖ быстро забудут. 30 лет назад так уже случилось в другим парижским клубам. В 1982-м парижский Росинг скромно отметил столетие, к тому моменту чемпион Франции 1936 пережил два банкротства и скатился в третий дивизион. Упадок пингвинов взволновал болельщика команды с 12 лет, парижского предпринимателя Жан-Люка Лагарди. Сын дипломата отличался изворотливым умом и хваткой в бизнесе, принесшим ему статус одного из самых состоятельных и влиятельных людей Франции. Жан-Люк Лагарди от Эйчара Дженси в юности Лагарди увлекся автогонками, попал в тяжелую аварию, травмировал ногу, но все равно реализовался в автоспорте. Этому способствовало его назначение в начале 60-х на должность управляющего директора компании «Меканик Авион Тракшн» производителя авиационно-космического оборудования, систем вооружения, автомобилей, велосипедов и других транспортных средств. По инициативе Жан-Люка в 1965-м Матра приобрела компанию «Рен Бонни» для выпуска спортивных и гоночных автомобилей и заявилась в «Формулу-1» и «24 часа Ле-Мана». Компания разработала двигатель для спортивных автомобилей и несколько получивших признание гоночных моделей. В 1969-м британский пилот Матра Джеки Стюарт стал чемпионом «Формулы-1», а конюшня завоевала кубок конструкторов. В начале 80-х Лагарди заполучил контрольный пакет акции «Матра» и развернулся. Компания поставила на выпуск цветных телевизоров и конкурировала на рынке с Томпсом. Бизнесмен решил, что футбольный проект поможет ему вывести компанию в топ и не пожалел средств. Чтобы не терять время, Жан-Люк выкупил выступавший во втором дивизионе ФК «Париж» и объединил с трассингом. Новый клуб унаследовал небесно-белый цвета пингвинов и за сезон ворвался в Лигу-1. Босс запустил масштабную трансферную кампанию с привлечением лучших футболистов мира. В 1986-м «Росинг» выкупил за миллион долларов у Кюльна лидера сборной Германии Пьера Литбарски. Еще через год Париж и не потратили вдвое больше на алжирского технаря Пурту Рабаха Маджера. За много лет до того, как Роман Абрамович переманил в Челси, выигравшего Лигу чемпионов спорту, Жозе Мауреньют похожую сделку провернул Лагарди. Спустя два месяца после победы в Кубке чемпионов 1987 «Росинг Матра» возглавил Артур Жоржа. Команда переехала на Парк-де-Приэнос, который делилась с ПСЖ, но публика все равно восприняла «Росинг» как богатых выскочек. Советники подсказали Лагарди, что для прорыва клубу нужна суперзвезда, а лучше несколько летом 1987 парижские деньги освоили французские сборники Луис Фернандо Зетти Ритулса, а прототипом Неймара стал уругвай Ценса Франческо Ли. За техничного форварда по прозвищу «Принц» в его честь Зидан назвал одного из сыновей Парижа они отлистали «Риверплейт» 4 миллиона долларов. В том же году пингвины едва не подписали Эрика Кантона. «Лагарди пригласил меня с женой на ужин, я был поражен роскошью, слуги в париках носили алебарды, подавали деликатесы. Все это было похоже на средневековье», вспоминал Эрик, который выбрал Марсель. Франческо Ли положили бешеную зарплату в 700 тысяч долларов за сезон, подарили роскошный дом на Монмартре и Пежот последней модели «Росинг». Начал сезон 1987-88 очень мощно. Либарский, Франческо Ли, молодой Давид Женала и другие монстры рвали соперников, но постепенно атмосфера испортилась. В команде было много игроков, не получивших практику, из-за чего часто возникали конфликты, а еще нам не хватало поддержки болельщиков. Однажды на игру против Сент-Этьена клуб сделал бесплатным вход для детей и они пришли на матч в зеленых костюмах, цветах врага, сокрушаясь уже НЛА. Огромные траты не придали «Росингу», статус новой силы в Лиге 1 вершиной стало седьмое место в сезоне 1987-88. Приз лучшему игроку чемпионата, завоеванный Франческо Ли, слабо утешил владельца и разжег еще большую неприязнь к суперзвездам и их зарплатам у других игроков. Пошли слухи, что Лагарди купил ему эту награду. На результатах команды сказались и ужасные условия тренировок на старой клубной базе с кривыми полями и перебоями с водой. Посреди сезона 1988-89 Лагарди отказался от финансирования клуба, не вылетевшего лишь благодаря лучшей разнице мячей, чему Страсбуро. Игра в большого футбольного босса привела к краху и обошлась бизнесмену в 300 миллионов долларов. Через пару лет Росинг скатился туда, где его подобрал Лагарди, сменил после этого несколько названий и сейчас трепыхается в пятом дивизионе. Лагарди руководит... Лагарди руководит...